и всем привет дорогие друзья с вами максим и до канала нора лагон и у нас ту ворл 2 сказал прям как будто не знаю как будто это серия кого-то хоро в общем мы продолжаем у нас веселые похождения в какой-то деревушке по я на баяна у нас называется где мы сохранение вот мое сохранение я хочу посмотреть можно ли поменять озвучку потому что я все-таки пришел к выводу что русская озвучка достаточно странная так настройки звук нет интерфейс физика графика option tab и real кей это наверно вообще не то интерфейс чувствительность нет ничего подобного физика графика ну нет ладно потом этим займусь не видео в общем давайте-ка мы прогуляемся по всем имеющимся здесь а людям и по собираем квесты так извини хоть обычных людей можно таранить и ничего страшного так это ты не везучий джо да у нас проиграл там сильно любопытно похоже ты не местный ну и что в этом любопытного а ничего может у тебя есть какие то вопросы может ты знаешь где найти предводителя повстанцев кто я не нет без понятия тогда на какие вопросы ты можешь ответить я люблю азартные игры совершенно случайно получилось что сейчас я на мели если дашь место монет я расскажу тебе о кладе за ретом в пустыне ну конечно ты проигрался в пух и прах и за 100 монет готов рассказать где лежит клад ты надо мной издеваешься я просто боюсь идти в то место ну крайне опасно так ну вообще насколько я помню мне в комментариях писали что этот квест должен быть интересный поэтому давайте к мм вот держись но поможем ему господи проиграется и теперь я отмечу на твоей карте место где находится заброшенный лабиринт откуда ты узнал подобную вещь лабиринт я случайно набрал на это место но она очень опасная звучит заманчиво удачи тебе в игре чё-то он так сказал как будто как будто соврал хотя тут что-то можно взять а это играть в кости так и насколько я помню мне немножко проспойлерили что вот этот вот чувачок еще там другой чувачок они типа не могут не помогут мне ничем то есть они тупо хотят меня нагреть на деньги ну ладно мне нужно в отхожее место так тем уже в отхожее место это мы уже слышали за весь день не сходил бедолага пришлось у меня есть дела но я не представляю как убедить стражей пропустить меня да и не нужно убеждать их ты помог мне так что слушай контрабандистом прежде чем стал работать на рудниках я могу показать тебе старую тропу в обход врат и неужели стража не знает о ней это тайная тропа к тому же крайне опасная когда контрабандисты отправились этой дорогой наш могильщик потратил немало времени чтобы собрать их трупы по частям звучит заманчиво звучит страшно дурак когда я отмечу это место на твоей карте удачного пути ты голый как незнамо кто ты от громов то еле выбегаешь а тут такой типу а у интересного кучу трупов пицца я бы на его месте обделался ладно может не обделался но все равно я кому-то в дом зашел а никого нет можно ты взять еще пригодится а книжку можно взять я люблю книжки так замочек вскроем это дело я люблю особенно когда научился этого делать так что тут зелье зелье все дам стоило не очень-то оно того стоило но все равно не лишнее а как что с этим делать а взлом взлом удался шалость удалась гарри поттер форе так нет у меня ничего полезного обокрал чью-то халупу сам даже не знаю чью но видимо всем пофиг так ты у нас торговец давайте поговорим со знатой с над ней и леди я давно хочу с ней поговорить сначала зайдем в ее дом я был неправ дом у нее все-таки получше чем та халупа в которой мы были гуну с противояди куз не могли просто написать противоядие чем эти сложности так взлом удался я чувствую мы в этом городишке знатно так это обоснуемся не зря зашли и тыс отлично да в фоллауте все-таки был интерес более интересный взлом а вот где самый отвратный и самый сложный и самый непонятный взлом или опять я там что-то не поняла это был в обливиане вот в обливиане были насколько я там нам удохался с этими взломами так наберем господи нам нам все пригодится в хозяйстве все нужно да да не тоже так считаю так что у нас здесь амулетик амулетик можно в принципе кого-нибудь наверное загнать густам так ну чтоб мы облутали твой дом пора с тобой поболтать не убей меня косой у тебя не знакомец полагает и есть алима я видела как ты говорил с местными жителями не сомневаюсь что они в красках рассказали о моей жестокости но моя обязанность принимать суровые решения я не могу изменить погоду я не собираюсь никого осуждать прошу прощения за этот приступ откровенности засухи случались и прежде но подобный не случалось никогда урожай гибнет раньше чем мы успеваем его собрать а как же лошади саванна славится скакунами может и славится да на вкус они не очень вы их съели мы сделали все чтобы люди выжили мы бы могли покупать пищу в бае но торговля прекратилась и товары лежат на складах я не могу отправить гонца в хатмандор потому что врата заперты у вас остались лошади несколько штук но и их люди хотят съесть может ты найдешь способ нам помочь в обмен на лошадь кстати почему бы и нет если здесь лошадь получше чем в первой части то я только за с чего мне начать сперва ты должен кое-что узнать одна из наших лучших лошадок больна ну да а в уплату получу обломок старого нефрита нет запасись терпением и помоги мне найти растение для твоей лошади у нее расстройство желудка похоже дело серьезное что там нужно корни мяты это редкий алхимический ингредиент его не часто удается выкопать из земли но страусы в саванне едят их чтобы прочистить желудки то есть мне нужно убить несколько страусов и достать корни мяты из их желудков? или из какашек? совершенно верно стаи этих диких птиц живут в близлежащей долине возвращайся когда найдешь по меньшей мере три корня после этого мы сделаем лекарство для твоей лошади и поговорим о том как спасти моих людей от голодной смерти ну знаете учитывая то что вот она не сидит там и не попивает чаи а вот копает в земле да сама причем она никого не заставляет вот она сама стоит трудится я думаю что все таки она действительно заботится о своих людях она не такая плохая как нам говорят и еще меня немножко пугает слово страус потому что я помню какие-то твари были в Conan Exile и как они как они делали больно мне а я не мог им сделать больно в ответ что это за автобусная остановка не знает а ну это наверное как это сказать веранда для отдыха когда вот люди собирают урожай там яблоки например не знаю что здесь растет ни разу не видел такие штуки в жизни но носорог народ это носорог откуда же вы все беретесь а ты добрый носорог можно к тебе подойти поближе я не я не обижу тебя ты меня тоже не обидишь мы с тобой друзья да да мы с тобой друзья ладно ладно не буду подходить слишком близко может он забаговался просто да нет он вроде добрый парень ну-ка а если мы прям совсем близко подойдем нет он смотрите он мирный он добрый парень ты ты моя радость еще бы оседлать тебя так а тут а тут какие-то черти вы кто такие варна не помню такого ах ты собака ай блин вон носорог вас сейчас забодает помоги носорог так мне нужно кстати на быстрый слот поставить еще какие-нибудь зелья почему враги вдруг стали такие такие мощные блин заметили а давайте-ка мы кое-что тоже сделаем мы тоже не пальцем деланные а где а я вот умею стрелять на ходу а ты нет еще бы это твой враг настолько туп это здорово ах ты да убил я его нет нет он еще живой все минус минус мораль так еще один блин это боец ближнего боя я спрыгнул с камня и мне стало больно бородавочник во надо на бородавочниках охотиться как его в серии саус парка а где мечник ну таргет давай другой блин джентельмен и монстры да по моему в этой игре надо просто лук рим ходить ясно и будет вам счастье и да я думаю буду качать луки как вспомогательное оружие а все да больше нет врагов ну круто ух ты ух ты что же я нашел а непонятно что я нашел приятная музыка заиграла что такое клок меха а это что такое перстень перстень угу ох и красивая ты саванна так так кого еще не облутали посмотрим что мы можем сделать а вот у нас меч короткий клинок короткий клинок разобрать 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 дробящий молот это не молот это топор вы о чем дробящий ух ты это кинжал такой тень крутяк я хочу его так мне доступен щит большой щит наемника говно этот щит наемника и щит гоблина тоже отстой так быстренько все это разбираем и вперед может бородавничка попробовать завалить бородавочник только сначала нужно конечно же прокачаться луки город стрел сосредоточение позволяет выбрать несколько целей огненная стрела но это какие то перки так что выживание давайте сопротивление физическому урону качнем потому что надо так уровень 6 на сопротивление ядам и восстановление здоровья. Вот. Да. Эти перки нам нужны. Ну что, проверим, насколько сильный бородавочник. А ты, зараза. Попал. О! Нифига себе, полздоровья снял ему. Ой. Ах ты. Возьми в таргет другого бородавочника. Нет. Носорог. Носорог. Носорога выстрелил. Фу. Я, видимо, не попал по нему. Блин, а как выстрелить в бородавочник, чтобы он не захватывался в цель? Так, минус один бородавочник. Что это такое? Мутировавшая порча бородавочника? А, полочка. Фу ты. Бивень. Кабани бивень. Ну, возьмем. Как же тут красиво-то. Давайте еще раз хочу при свете дня сфоткать. Отлично. Вообще, ладно. Сколько у нас времени? А, уже прилично. Слушайте, я 20 минут принес, страдая. Давайте посмотрим, куда нам нужно. Рунные камни. Вертеринарская практика. Врата пустыни. Ну, пошли. Жуткое логово мы нашли. Что это такое? Вход. Войдем. Мне интересно, что это за жуткое логово. Темно, холодно, грязно. Да, ты прав. Ты очень наблюдательный парень. Тук-тук. Есть кто. Почему-то у меня такое дикое ощущение, что здесь у нас... Да, я так и думал. Где ты? Блин, я потерялся. А, вот. Ух ты! Прямо на донышке оставил. Вот это он мне втащил, однако. Почему я такой слабак? Я понять не могу. Нет, давайте вернемся к луку, пожалуй. Окей. Окей. Здесь нет какого-нибудь лечащего каймушка, там, не знаю. Хоть что-нибудь. Блин, здоровье очень медленно восстанавливается. Я вроде вкачал восстановление, но как-то прям медленно-медленно. Давайте, может быть, поставим, не знаю, магию. У нас же есть магия лечения какая-нибудь? Наверняка. О, Алима в стране чудес. История, рассказанная ею самой. С чего все началось? Блин, очень большая. Очень большая. Так, давайте вот прочитаем. Мне прям интересно. Может быть, не стоит помогать Алиме? Давайте начнем прямо с засухи. Алиму окружают глупцы. Алима знает, что всему виной засуха. Солнечные лучи сушают лодки. Дерево ломается без всякой причины. Рыбаки должны позаботиться о своих лодках и снарядить лошадей за новой древесиной. Но они слишком ленивы, чтобы так поступить. В деревне пришел голод. Алима говорила с Алтаном, правителем деревни Хальхин в Саванне. Но он решил беречь провизию и ничего не продавать. Холодное прикосновение засухи чувствовалось в каждой деревне. В баю пришел голод. Алима опечальна, потому что люди все громче и громче критикуют ее. И ее правление. Все хотят, чтобы она действовала, но она не знает, как поступить. У нее есть власть. А люди все равно докучают ей. Так, куда пропала едам? Алима в ужасе. Сегодня одна семья съела старую лошадь. Гордые люди Саванны, бывшие когда-то знаменитыми гоннозаводчиками, ведут себя как дикие звери, как голодные хищники. И она не в силах их остановить. Каждым днем положение кажется все хуже и хуже. Люди уже охотятся на павианов. Некоторые даже пытались убить носорога, но никто не вернулся. Правительница Байи ничего не ест вот уже несколько дней. У нее пропал аппетит, потому что сегодня явился Люсам, опытный могильщик из похоронной конторы «Последнее свидание». У него много дел, потому что пару дней назад умерли четверо ребятишек, две старухи и один старый хрыч. В Бае остается все меньше и меньше людей. Алима боится, что ничего уже нельзя изменить. Люди просто ждут смерти. Так, Алима дает показания. Она уверена, что люди ненавидят ее, но только потому что... Не была зарезана, завялена и съедена. Единственные лошади, оставшиеся в деревне, принадлежат ей. Одну из них зовут Баатар. Это верхом на ней она выиграла гонку конокрадов и стала правительницей деревни. Она не позволит им съесть ее с кукунов никогда. Она стерпит любую обиду, но никому не позволит прикасаться к ее лошадям. Может быть, Алима худшая правительница, какая могла достаться деревне, но не было на свете женщины, любившей лошадей так же сильно, как она. Она никогда не закончит этот дневник, чтобы не оставлять доказательств, что целая деревня умерла от голода по ее вине. Даже если это правда. Непонятно. А в чем виновата она, собственно? В засухе? Ну да, она не дает сажрать своих лошадей. Ну как бы... Камон. Так эта хрень самонаводящаяся. А бородавочник убил меня. Собака. Так, загрузить я не помню, где это я загружусь. Видимо, на выходе из пещеры. Давайте еще раз прочитаем про дневник Алимы. Так, и нам нужно к страусам сюда. Алимы можем лук улучшить. Преобразовать, конечно же. Ну, неплохо. Хороший лук, это хорошо. Блин, там носорог. Блин, взять бы мясо с этих бородавочников. Если это возможно. Неподвижущиеся цели вообще в нереально попасть. Как не старайся. Здорово! Есть! Фу, на последних секундах убил его. Что тут у нас? О, отлично! У меня здоровье восстанавливается наконец-то. Видимо, нужно убирать оружие. Из рук. Страус. А ты будешь меня бить? Ай, блин, будет. Ладно. Простите. Или не простите. На тебе, страус. На тебе, страус. О, может быть у него есть яйца? Их можно есть? Нет. Размечтался. Но зато мы знаем, что страусы для нас не представляют вообще никакой опасности. А вот обезьяны... Это павиан. О, я попал по нему, слушайте. Здорово! Ах ты в меня кинулась. Ах ты в меня кинулась. Ах ты тварь. Что это такое? Язык павиана. А можно его пожарить? Блин, как мне нравится местная саванна. Такая красота. И монстры. Ну, вы посмотрите на это. Просто божественно. Гепард. Мне кажется, он опасный парень. С ним лучше не связываться. Так, где-то здесь уже носорог. Вот тут где-то корешок растет. Надо поискать. Главное, с носорогом не бодаться. А то... А то все кончится очень плачевно. Как, в принципе, и с гепардами. Я так понимаю, что тут все животные нападают сразу стаей, да? Блин, печально. Буязно. Убить стаи страусов. И как нифиг делать? Даже можно особо и не выдерживать. Они и так падают. Получен награду за убийство существ. Одно очко опыта. Ой. В труп. Зачем ты в труп стреляешь? Ну, смотрите. Он уже рядом пролетел. О. Найди по меньшей мере три корня. Найдем сейчас. Ух ты. А вот и корешок. Все-таки мы достаем его не из земли, а из... Жопы страуса. Блин, мне нравится все в этой локации. Мне нравится музыка. Мне нравится природа. Освещение. То, как ведут себя звери. Как они выглядят. Мне все здесь нравится. Мне кажется, это одно из лучших... Как это сказать? В этой игре Одно из лучших... Одна из лучших, вернее. Передача атмосферы саванны. Просто, ну... Очень все клево сделано. Так, все, три корешка-то нашел, да? Откуда же вы все беретесь? Кто меня увидел? А, гепард. Ой, еще и обезьяны. Господи. Природа атакует. Помогите. Я не заказывал в мире диких животных. На тебе. Твою красную попку. Так, кого еще покошмарить? Не, давай сначала прокачаемся. Там у нас очки навыка где-то были. Да и, в принципе, надо заканчивать потихоньку. Так, да... А, вот у нас даже пять корешков мяты. Это хорошо. Меткость увеличивает урон, наносимый на расстояние на 18. На 21. Так, давайте... Не знаю. Вот так вот. Да, я думаю, будет хорошо. Вообще, лукарем быть полезно, я так понимаю, в этой игре. Так, защита. Защита. Здоровье. Так, усиленный блок снижает получаемый урон на... А, мне не хватает. Контур удар. Может, вкачать работу с металлом? Пробивание блока. Нет, не могу открыть. Давайте работу с металлами, ладно. Что уж там. Прокачаем. Вот, и я могу сразу что-то уже улучшить. Из моей экипировочки. Так, преобразовать. Могу улучшить лук. Лук, да. Лук полезная штука. Так, и могу свои мечи улучшить. Вот. Да, неплохо. Ну что, проверим. Мой лук в действии. Улучшенный. С улучшенной меткостью. Да блин. Нет. Лук отдохни. Ах ты зараза. Я ублюдок. Так, ну уже неплохо. С двух тачков, по идее, таких мощных падают. Ублюдок. Ублюдок. есть контакт и второй красота реально я похож на какого-то шерутского не знаю кого так а где мы собственно давайте вернемся в город и поговорим с алимой я думаю это будет правильно хотя тут где-то гепарды водились дам надо одного зарубить посмотреть из него падает а можно завалить пондора можно круто жалко конечно но круто а что у нас здесь я сюда приходил можно взломать а это безопасно гепард удавайте гепарда все-таки но гепард довольно таки тоже легко падает от лука ух ты кошачий глаз тут видимо редкая так ну что взломаем чё дома никого нет ладно ой сколько тут а что я только что взял даже не показали штанцы взять свежий фрукт может быть им можно кого-нибудь накормить он протухнет и если я буду держать у себя как думаете ладно потом проверим так я домушник 80 уровня накидка вообще не понимаю зачем здесь нужен автозлом 18 каких-то процентов если я вот спокойно все это хожу делаю обворовываю что может это тоже дом али мы вроде не похоже коняка а что ты сделаешь чья ты ты приготовил все ингредиенты лекарства для лошади да у меня есть все что нужно хорошо теперь слушай внимательно как приготовить снадобье из этих ингредиентов лучше покороче во всем анталоре можно найти различные ингредиенты которые могут оказаться действительно полезными каждый ингредиент обладает уникальными свойствами а потому тщательно следи за тем что именно ты кладешь в котел безусловно лучший способ изготовить самые мощные эликсиры заключается в использовании похожих веществ ты меня слушаешь конечно да продолжай каждый раз когда ты что-то готовишь рецепт зелия можно записать на свиток так что тебе не придется держать их в памяти как только тебе понадобится подобная смесь ты выберешь готовую формулу вот и все что нужно знать об алхимии за твою помощь я подарю тебе справочник алхимика он принадлежал еще моей бабушки в нем содержится множество полезных сведений о том как сочетать различные ингредиенты у тебя есть какие то вопросы на сей счет дай подумать так сколько ингредиентов ингредиентов можно использовать за один раз сколько угодно правда для этого нужно умение так что тебе придется потратить время чтобы овладеть этим навыком создание мощных эликсиров под силу лишь самым мудрым алхимиком так что помни об этом так хорошо как выбрать как выбрать ингредиенты с умом перед тобой будут сотни веществ с различными свойствами по-настоящему мощные эликсиры готовятся из ингредиентов с похожими свойствами как бы то ни было не бойся экспериментировать и смешивать все что угодно эффект может быть совершенно неожиданным хорошо их можно найти в разных областях анталора внимательно смотри по сторонам растения, грибы, части тел животных и даже минералы все это пригодится в первозданном виде разумеется некоторые ингредиенты можно приобрести в лавках однако искать их самому куда интереснее вы знаете, мне с каждым разом все больше и больше нравится эта баба она исследователь она любит животных она ну хотя бы что-то пытается сделать для этой деревни ну знаете, мне кажется у нее просто в какой-то определенный момент опустились руки потому что тут все ленивые задницы даже те же рыбаки но это лично мое мнение так, ладно, я готов кажется, я готов сделать лекарство используй как можно больше корней мяты тогда у тебя получится более мощный эликсир так, получим предмет справочник алхимии доступен навык алхимия откройте арсенал открыли выбите раздел алхимия нажмите левую кнопку мыши чтобы положить корни мяты в котел левая кнопка мыши котел понял корни давайте все пять и посмотрим, что будет нажмите, чтобы сварить снадобие защита от яда а что у нас еще с защитой от яда ну не, ладно, не будем экспериментировать пока просто создадим так, назовите эликсир и сохраните рецепт для дальнейшего использования или удалите его создайте новый рецепт слабительное сохранить да пусть будет слабительное веселое название мне нравится я бы лучше не придумал закройте арсенал закрыть отдайте лекарство удалось ли тебе сделать лекарство надеюсь я взял корни мяты и приготовил варево если тебя интересует мое мнение это как раз нужная консистенция надо ее опробовать только не на мне благодаря твоему лекарству лошадь здорова теперь мы можем обсудить как спасти мою деревню от голода с чего мне начать отправляйся в Хальхин и поговори с Алтаном объясни ему что мы готовы щедро заплатить за его товары иначе мы погибнем это поможет? он хороший человек просто боится мне больше нечего тебе сказать бери лошадь и пожалуйста не бросай нас да мне определенно нравится эта баба я хочу ей помочь вот но мы это сделаем уже в следующей серии тогда зато у нас есть коняшка давайте мы с ней сфотографируемся конечно было бы круче оседлать носорога но конь тоже сойдет ух ты он еще и легается ах ты мой красавчик я не могу удержаться надо опробовать правая кнопка мыши двигаться быстрее так поскакали давай а вот зеленая хрень это скорость ну кстати конь здесь намного лучше чем в первой части управляется и вот эта вот система типа дать ему по бокам а мне кажется это очень круто сделано как бы теперь на вас посмотреть только издалека ты че легаешься не знаю как сходкать покрасивее чтобы было поэтому просто спешимся вот все товарищи на этом я заканчиваю как обещал я в понедельник там или в воскресенье но получилось в понедельник поэтому я выкладываю куда ты пошел стоять короче если вам понравилось вы знаете что сделать а я знаю что сделать увидев ваши комментарии ваши лайки это продолжить проходить the world всем спасибо все свободны до новых встреч и аривидорчи